всем здравствуйте с вами тони и добро пожаловать на мой канал а это видео я посвящаю такой проблеме как залив залив антуриума сейчас межсезонье осень также весной часто встречается эта проблема заливом растения так как световой день у нас идет на убыль влажность воздуха может повышаться из-за дождей которые пошли осенью также в квартирах еще не включено отопление и может произойти такая неприятность как залив антуриума часто мы можем видеть как антуриум плачет это гутация у антуриума происходит когда повышена влажность воздуха а мы его недавно только полили пугаться не стоит стоит только отрегулировать полив не поливать не увлекаться и все само пройдет первая степень залива ее можно так назвать буду рассказывать свой опыт может кому-нибудь он пригодится как правило сигналят сразу листья антуриума они обычно это поражается первый ярус листьев нижней точнее ярус листьев на них появляются темно-коричневые желтые пятна обычно это пятна по краям и выходят на средину у меня к сожалению нет такого примера или к счастью полив я регулирую все хорошо я может быть вставлю фотографию с просторов интернета чтобы вы видели грунт влажный у антуриума и на листьях вот такие некрасивые пятна появляются что нужно сделать я рекомендую убрать до здоровой ткани обрезать лист пораженный и я обрабатываю обычно зеленкой инструмент ножницы я обязательно перед тем как обрезать листья дезинфицирую медицинским спиртом далее я рыхлю грунт поверхность грунта очень аккуратно чтобы не задеть корни можно использовать какой-то пластиковый инструмент например одноразовую ложку либо палочку для суши чтобы не уколоть не поцарапать корневую систему и начинаю наблюдать за своим цветком когда грунт просохнет примерно на одну треть можно даже примерно до половины в этот раз сделать просушку следующий полив я обязательно провожу фитоспорином раствором фитоспорина такой биофунгицид следующая степень это более серьезно это залив когда уже появляются грибковые заболевания явно растение выглядит явно нездоровым листья поникли грунт влажный не просыхает на нижнем ярусе листьев сильно видны поражения грибку это тоже пятна желтоватые коричневатые округлой неправильной формы и которые очень быстро начинают разрастаться например утром вы видите одну к вечеру пятно уже может увеличиться наземная часть растения поражается очень быстро а грунт так и не просыхает для чего что нужно сделать в первую очередь удалить все пораженные части на листьях максимально также обработав края срезы дезинфицирующим средством дальше нужно оценить корневую систему для удобства я использую пластиковые емкости до сих пор поэтому для новичков я рекомендую сажать все-таки в прозрачные пластиковые емкости например это горшки для орхидей либо горшки для рассады можно использовать вот такие контейнеры пищевые да без разницы что чтобы мы могли оценивать состояние корневой даже не вынимая растение из горшка потому что все равно когда его достаешь из горшка это стресс для рожь для растения это крайний случай и вот даем растение из горшка оцениваем состояние корневой системы убираем грунт аккуратно счищаем тоже либо пластиковым инструментом либо деревянным замочить замочиваю фунгициде например тоже можно фитоспорине замочить в растворе фитоспорина держу хотя бы полчаса 20-30 минут можно подержать раствор должен быть обязательно теплым затем я оцениваю корневую на предмет гнилых корней гнилые корни нужно обязательно обрезать срезы также обработать можно углем древесным растолченным либо тоже можно зеленку ну что есть под рукой как говорится или уголь или зеленка дать можно максимом прижечь неразбавленным аккуратно он очень сушит ткани поэтому работать нужно аккуратно и точечно я орхидей так применяю максим затем обязательно грунт старый утилизируем и сажаем растения если осталось там хотя бы процентов 30 корней растения нужно посадить в свежий легкий рыхлый грунт состоящий из разрыхлителей хороших можно вообще посадить в непитательный грунт например в кокосовые чипсы с верховым кислым торфом либо крупный кокосовый субстрат крупной фракции не в мелкие ну можно и в мелкие но это временно он спрессовывается тогда гниение корней можно предотвратить дальнейшее посадить прозрачную емкость лучше конечно взять новую либо обдать кипятком старую емкость помыть хорошо но лучше взять новую посадить растение поставить на светлое место без прямых солнечных лучей без сквозняков в идеале конечно поставить растение под фитолампу и продолжить наблюдение продолжить наблюдение за листьями и затем как развиваются корни как не поливать первое время полив лучше осуществить на 3 4 сутки не раньше потому что грунт он влажный чтобы опять не навредить корней мало корни не успевают усвоить влагу и может продолжиться гниение листья обработать фунгицидом можно двукратно трехкратно обработать по инструкции какой фунгицид будет под рукой можно фитоспорином но фитоспорин он посла послабее в такой ситуации тут уже лучше использовать медь содержащие препараты либо скор топаз такие системники использовать ну и самая тяжелая степень залива когда сгнили все корни тут уже конечные листья сигналят растение выглядит очень угнетенным оценить это мы также можем когда достаем растение из горшка не осталось корней либо один либо несколько воздушных воздушные корни это очень замечательно но бывает гниль идет и на ствол поэтому нужно зачистить все до здоровой ткани в идеальном состоянии конечно если останутся воздушки на стволе и ставим растение на наращивание новый корневой ставим либо в воду с углем либо используем живой мох сфагнум мне нравится использовать мох в воде в межсезонье мне тяжело было подружиться с водой у меня несколько черенков погибало так как вода бывало охлаждалась за ночь это был стресс для растения поэтому мне нравится использовать мох а я благодарю вас за внимание здоровья вашим цветам ставьте лайки если видео было полезным и всем пока